Всем привет! Меня зовут Таня. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет видео про топ 7 очень классных и при этом недорогих тушей для ресниц. Эти туши могут посоперничать с большинством люкса, а стоят они при этом до 500 рублей. Но качество у них у всех просто отличное. И сегодня будут туши на разные вкусы. И те, которые делают супер натуральный такой повседневный эффект, и те, с которыми можно добиться эффекта прям накладных таких кукольных ярких выразительных ресничек. И все туши я обязательно покажу с нанесением на мои ресницы. Начну с туши от бренда Шик. Шик это наш российский бренд, основанный известной девушкой-визажистом Натальей Шик. И тушь это называется Extra Volume Eyelash Mascara. Стоит она 390 рублей. Внутри здесь классическая силиконовая щеточка абсолютно стандартной классической формы. У щеточки короткие, но довольно мягкие и гибкие щетинки. И щеточка эта абсолютно не царапает и никак не раздражает слизистую глаза, даже если прокрашивать реснички прям вот от самого-от самого корня. Кстати, щетка так хорошо сделана, что она очень здорово прям вот подхватывает ресницы от самого корня. И ей можно очень здорово прокрасить даже межресничку. Здесь очень хорошая кремовая формула. Ей не нужно давать время, чтобы она подсохла, раскрасилась. Она начинает хорошо красить прям вот с первого применения, как только открываешь тюбик. Плюс здесь очень хороший ограничитель. Набирается на щеточку нужное количество продукта. При этом нет необходимости сидеть и какие-то излишки туши долго у горлышка вытирать. Ну, прям вот немножечко излишка вскапливается на кончике, но это прям вот буквально одним движением убирается. И горлышко туши остается чистым. Это большой, я считаю, плюс. По комфорту тушь вообще абсолютно комфортная. Она не тяжелая, она не утяжеляет глаза от нее, ничего не чешется, она не осыпается. Она прекрасно вообще себя ведет на ресницах в течение дня. С ней можно добиться разного эффекта. Если нанести ее в один слой, реснички получаются очень такие натуральные, пушистые, удлиненные, с легким объемом. Но ее также можно еще и понаслаивать, и тогда уже можно добиться прям эффекта кукольных, ярких, выразительных ресничек. За это я ее и люблю. Она очень универсальная, и для меня это, знаете, такая базовая тушь на каждый день, с которой можно экспериментировать, наносить по-разному и получать разный эффект. При этом она очень-очень комфортная на глазах. Смывается легко мицеллярной водичкой, либо гидрофильным маслом. Следующая тушь – это очень удачная новинка от белорусского бренда Reluie. Тушь эта называется Elixir Intense Black Volume Care Mascara. Мне, кстати, очень нравится футляр у этой туши. Очень симпатичный дизайн с такими серебристыми листиками. Главная фишка этой туши – это ее состав. Здесь в составе заявлено 80% нейтральных компонентов растительного происхождения. И эта тушь должна не только прокрашивать и удлинять реснички, но также еще и ухаживать за ними за счет этих самых растительных нейтральных компонентов. Конечно, проверить, насколько тушь будет ухаживать за ресницами, довольно сложно, но такие обещания производителя, по крайней мере, очень приятны. И хочется верить в то, что тушь действительно будет за ресничками еще и дополнительно ухаживать. Здесь у нас уже классическая ворсовая щетка, абсолютно стандартной, классической формы и классического размера. Щеточка очень мягкая, она абсолютно ничего не колет, не царапает. Я думаю, что даже если у вас очень чувствительные глаза, вам должно быть с ней комфортно, ну, потому что она максимально мягкая. Здесь тоже кремовая формула. Формула удачная, не жидкая. Ей не нужно давать время, чтобы она подсохла, чтобы она там как-то настоялась. Она прям с первого применения сразу начинает хорошо прокрашивать реснички. У тушь насыщенный черный цвет. Опять же, можно с ней по-разному. Можно нанести ее тонко в один слой, тогда будет более натуральный эффект. Можно понаслаивать, и эффект будет более выразительный. Но даже, кстати, с первого слоя она дает достаточно выразительный все-таки эффект. И я бы не сказала, что это такой вариант, который выглядит прям супер-супер-супер естественно и нейтрально. Дальше, кстати, будет тушь, которая дает прям, ну вот, максимально нейтральный эффект. Тут же все-таки даже с первого слоя ресницы становятся уже достаточно выраженными и заметными. Кстати, еще из особенностей этой туши, у нее довольно яркая такая пудровая косметическая отдушка, что достаточно непривычно для туши, для ресниц. Все-таки туши обычно делают без запаха. Здесь же запах есть, и он довольно яркий, ну и достаточно приятный. Она прекрасно смывается без остатка, без эффекта панды, со смыванием вообще никаких проблем нет. Вообще, конечно, какой бы классной и удлиняющей ни была тушь, все равно очень многое зависит от исходной длины ресниц. Я сейчас снова начала отращивать свои реснички с помощью моей любимой сыворотки для роста ресниц от Top Lash. Сыворотка эта называется Lash & Brow Booster. Я вообще с ней знакома уже не первый год. Кто со мной давно, кто давно меня смотрит, наверняка вы эту сыворотку помните, потому что я о ней уже рассказывала. И вы наверняка помните, какие длиннющие на ней ресницы у меня отросли. Вставлю обязательно фотографии, посмотрите. Сейчас, конечно, у меня нет такой длины ресниц, потому что я давно уже сывороткой не пользовалась, но сейчас начала новый курс, и в скором времени опять у меня будут очень длинные, красивые реснички. В прошлые разы, когда я ей пользовалась, у меня некоторые реснички вырастали больше, чем на 5 мм. В комплекте с этой сывороткой есть специальная линейка, и по ней очень удобно отслеживать, насколько ресницы вообще отрастают. Ресницы начинают расти на третьей неделе использования и достигают максимальной длины на восьмой неделе. Для меня очень важно, что здесь в составе нет гормонов. Она работает за счет комплекса пептидов и растительных экстрактов. Если вы, кстати, испортили ресницы после наращивания, то тогда это точно то, что вам нужно. С ее помощью вы быстро не только вернете свою природную густоту и длину, но даже еще больше отрастите, чем у вас заложена густота и длина природы. Сыворотка наносится на чистую кожу век один раз в сутки. Я использую по вечерам перед сном. И после того, как наносишь сыворотку, нужно подождать минимум 15 минут, и только после этого можно наносить крем для век. Заказать сыворотку Top Lash можно на Озон. Ссылочку я оставлю обязательно внизу в инфобоксе. Следующая тушь – это тушь от Stellar под названием Like a Star. Многие думают, что это новинка, потому что она внезапно завирусилась в ТикТоке пару месяцев назад. Все стали про нее говорить, все стали ее хвалить, и создалось такое впечатление, что это какая-то новинка. Но на самом деле нет, это не новинка. Эта тушь уже довольно давно существует в продаже. Но я, кстати, до того момента, пока она не завирусилась в интернете, тоже как-то проходила мимо нее и почему-то не обращала на нее внимания никогда на стенде Stellar. Но когда все стали про нее говорить, мне, конечно, тоже стало интересно попробовать, что же это за тушь такая. И тушь оказалась действительно очень классная. Здесь у нас уже другой формы щеточка, уже не классическая. Тут щеточка конусообразная, довольно длинненькая и вытянутая, с очень короткими и довольно жесткими пластиковыми щетинками. Вот эта щеточка действует как расческа. Она прям классно прочесывает ресницы, и ей очень удобно прокрашивать реснички даже во внутреннем и во внешнем уголке глаза, за счет того, что тут такой узенький кончик у этой щеточки. Для меня эта тушь в первую очередь удлиняющая. Она очень хорошо удлиняет и вытягивает вверх ресницы. Даже с одного слоя она делает ресницы довольно длинными. Если нанести ее в несколько слоев, длина получается прям вообще вау. Вот у этой туши никаких дополнительных отдушек нет. Пахнет она обычной стандартной классической тушью. У нее насыщенный черный цвет, она не оставляет комочки. Опять же, очень комфортная на глазах. Вообще все туши, о которых я сегодня буду рассказывать, на глазах комфортные. Я не люблю туши, от которых есть ощущение, как будто бы у тебя на ресницах какой-то кирпич лежит. Я такие туши не люблю, поэтому, соответственно, такие туши в мой топ не попали бы. Следующая тушь это нашумевшая новинка Кабаре Латекс от бренда Vivienne Sapo. Здесь у нас классическая силиконовая щеточка. Хотя даже я бы сказала не классическая, а маленькая силиконовая щеточка, потому что она меньше, чем многие другие силиконовые щетки. И плюс она еще такая конусообразная, немножко сужается к кончику. Этой щеточкой очень удобно подхватывать ресницы прям от самых-самых корней. И она очень здорово вытягивает ресницы вверх, и ей удобно прокрасить даже самые-самые малюсенькие реснички во внутренних уголках глаз. Плюс ей, кстати, очень удобно еще нижние ресницы красить. В чем ее основная фишка? Эта тушь, во-первых, влагостойкая, то есть она выдерживает повышенную влажность. Она смывается с ресничек теплой водой, и ее можно безграничное количество раз наслаивать. Кстати, не путайте влагостойкую и водостойкую тушь, это все-таки разные вещи. С водостойкой тушью можно даже нырять, купаться в бассейне, в море, где угодно, и ей ничего не будет. И водостойкая тушь смывается с ресниц только масло, содержащими средствами для удаления макияжа с глаз. Влагостойкая тушь это другое. Это тушь, которая может выдержать небольшие слезы, попадание под дождик, под снег, и никуда не потечет. Но при этом нырять с ней не получится. Вот от ныряния она уже, конечно, начнет на ресницах растворяться. И влагостойкая тушь смывается с ресниц теплой водичкой, просто вот пальчиками, чулочками отходит от ресничек. В один слой эта тушь прокрашивает ресницы очень деликатно и делает натуральный, легкий, слегка прокрашенный эффект. Но когда ее наслаиваешь, получаются прям вау, ресницы разделенные, подкрученные, приподнятые, удлиненные, с объемом. Из недостатков это колючесть щеточки. Щеточка здесь довольно колючая, и если у вас очень чувствительные веки, скорее всего, вам будет с ней некомфортно. Вы не сможете прям от корней реснички прокрашивать, потому что щетинки у щеточки прям такие жесткие. Они прям жесткие, и если не аккуратно как-то вот дернется рука, можно довольно прилично тыкнуть себе в глаз, и это будет неприятно. Но даже несмотря на это, я ее люблю, она мне очень понравилась, считаю, что это классная новинка. Следующая тушь, еще одна тушь от Stellar, эта тушь называется Water Resistant Mascara, и это тоже влагостойкая тушь, как и Кабаре Латекс. Тоже смывается с ресничек теплой водой, но при этом выдерживает легкое какое-то попадание в лаке. И здесь у нас тоже силиконовая щеточка, но тут уже щеточка не такая, тут уже щеточка покрупнее, и она помягче. Тут не такие жесткие щетинки, но в целом все равно щетинки здесь достаточно колючие. Но не критично, не критично, не такая жесткая все-таки щетка, как у Кабаре Латекс. Сразу хочу отметить очень классный ограничитель. Ограничитель здесь срабатывает просто на 5 баллов, горлышко у туши остается абсолютно чистым, я уже давно ей пользуюсь, и горлышко просто в идеальном состоянии. Вот эта тушь дает максимально натуральный, легкий, естественный эффект. Для любителей супер натуральности это вообще прекрасный вариант, она просто слегка подчеркнет ваши реснички, сделает их более черными, чуть-чуть удлинит и даст прям легкий-легкий объем, но объема от нее практически нет. Скорее это просто подчеркивание и удлинение ресничек. Она совершенно не склеивает, не комкуется, она не осыпается, она не тяжелая, с ней очень комфортно. Вот если вы любите такой эффект слегка подчеркнутых ресничек, я бы посоветовала вам обратить на нее внимание, особенно если вы еще любите при этом влагостойкие туши, потому что она именно такая. Стоит эта тушь 489 рублей. Теперь перейдем к туши, которая дает эффект прям дорамы, нарощенных, накладных, кукольных, ярких, больших ресниц. Это тушь Кокет от бренда Vivienne Sabo. Опять же, у этой туши очень много ненавистников, тех, кому она вообще не нравится и не подходит. Но я постараюсь рассказать о ней все нюансы, чтобы вы поняли вообще, нужна вам такая тушь или нет, потому что я не назвала бы ее прям-таки универсальной. Щеточка здесь внутри силиконовая, конусообразная, длинненькая и довольно гибкая. Она прям вся вот гнется, если чуть-чуть прям совсем надавить на нее. Щетинки у щеточки достаточно мягкие и у этой туши плотненькая, жирненькая кремовая текстура. И за счет вот этой плотненькой текстуры она даже с одного слоя делает реснички уже очень яркими и очень заметными. А если нанести в два слоя, это уже прям супер заметные реснички. Из минусов сразу отмечу довольно плохой ограничитель. Горлышко здесь уже все грязненькое и приходится иногда все-таки почистить щеточку у горлышка перед тем, как нанести продукт на ресницы. Но мне настолько нравится эффект, который она дает, что я в принципе готова ей простить не очень удачный ограничитель. Я ей пользуюсь в тех случаях, когда я делаю достаточно яркий макияж глаз и мне нужно, чтобы ресницы соответствовали этому макияжу, чтобы они тоже были яркими, объемными, длинными и заметными. На каждый день я все-таки чаще выбираю что-то такое более с естественным эффектом. Это же для меня такой вот вариант для ярких мейков. И вот обычно, кстати, ее критикуют те, кто любит эффект натуральных, слегка прокрашенных, пышных ресничек. Вот таким людям она обычно не нравится. Я бы ее советовала только тем, кто любит ярко прокрашенные, жирно прокрашенные реснички и кого не смущает, что реснички могут чуть-чуть подсклеиться. Ну, кстати, я бы не сказала, что она прям слепляет ресницы в две больших паучьих лапки. Нет, она такого не делает, но немножко подсклеивать может. И несмотря, кстати, на то, что она дает такой очень выразительный и драматичный эффект, она не тяжелая на ресницах. Это ее большущий-большущий плюс. С ней нет ощущения кирпича на глазах. Стоит в районе 400 рублей. И напоследок я оставила тушь, которая была хитом просто этого лета. Даже, наверное, не лета, а весны. Мне кажется, да, весной она, по-моему, прям ворвалась в наш мир, и все стали о ней говорить. Это тушь Sky High от Maybelline. У меня даже был отдельный ролик про эту тушь, когда она завирусилась, и все стали ее обсуждать. Отдельный прям такой полноценный тест-драйв. И в том видео я сказала, что тушь хорошая, но я не понимаю, откуда такой хайп. И, в общем, сейчас я могу сказать то же самое. Тушь действительно хорошая, но она не делает того, что от нее многие ожидают. Она не сделает вам гигантских, огромных, длинных ресниц до бровей. Нет, она такого эффекта не дает. Большую драму дает тушь Кокет, чем Sky High. Но при этом тушь все равно хорошая. И можно рассмотреть ее к покупке, если вы еще ее не пробовали. Здесь тоже очень такая мягкая, гибкая, силиконовая кисточка. Она прям вот вся ходуном ходит, когда немножечко на нее нажимаешь. У этой кисточки мягкие щетинки, они не царапают абсолютно никак века. Тушь Sky High дает даже с одного слоя довольно выраженный результат. Я бы не назвала ее прям эффектом супер натуральных ресничек. Она достаточно выраженно прокрашивает. Если нанести в два слоя, то, соответственно, эффект еще будет более объемный и более удлиняющий. К ее минусам я бы отнесла то, что она, если наносить ее более чем в два слоя, начинает реснички склеивать. И я ее никогда не наношу больше, чем в два слоя. Вообще, чаще всего я ей пользуюсь именно в один слой. У меня достаточно от нее эффекта и нет, соответственно, склеенности. А если вот уже начинаешь наслаивать, тут уже как бы риск. Риск получить некрасивые, торчащие в разные стороны склеенные ресницы. Но в целом все равно это удачный вариант. Это тушь, которая нравится очень многим. Она многим подходит. Поэтому я решила все-таки ее в этот топ включить. Надеюсь, что видео было для вас полезным. Обязательно делитесь в комментариях, какие у вас любимые туши для ресниц. С удовольствием почитаю, что советуете вы. Ссылочки на все, о чем я говорила, постараюсь найти и оставить в инфобоксе. Буду очень рада вашему лайку, комментарию и подписке на канал. Желаю прекрасного дня. И пока-пока. До встречи в новых видео. Все.